Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня буду читать Второзаконие, 33 глава, 25 стих. И пусть сила твоя не истекает во все дни жизни твоей. Это слова Моисея, он благословляет колено Израилева, и вот колено Асира он пишет такие слова. Пусть сила твоя не истекает во все дни жизни твоей. Такое хорошее, сильное пожелание. Немецкий перевод говорит так, что Бог даст тебе на каждый день силу. Как день, так и будет сила. То есть Бог обещает нам помогать. Если будут какие-то трудности, что-то будет в жизни, Он даст силу, чтобы перенести. И это такое, но сильное, хорошее слово. Мы читаем подобные слова апостола Павла, в первом послании к Ориенфянам, 10 глава, 13 стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст ей облегчение, так что вы смогли бы перенести. Наступает трудное время. И в это время Бог дает тебе особую силу. Часто люди, которые прошли трудности, они говорят, что вот эта трудность, она была трудной, но в ней у меня была особая сила, особое присутствие Бога. И через нее я стал ближе к Нему. У меня были интересные очень результаты, которые в конце я мог бы, без этого даже, без этой трудности их не было бы у меня. То есть вот интересно, Бог дает силу тем, которые на Него надеются. И есть такое еще другое место в послании Петра, 5 главе, 1 послания. Он говорит, ваши заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. То есть Бог печется о нас, а нам надо заботы отдать Ему, возложить на Него даже. А немецкий перевод говорит, бросить Его к ногам. То есть заботы иногда тебе так прилипли, ты не знаешь, как дальше. И тебе тогда их надо просто от себя отбросить к ногам Иисуса и сказать, Иисус, я знаю, будет, если трудность, ты поможешь мне. И в этих всех заботах иногда важно, чтобы как-то сохранить спокойствие и мир Божий. Потому что бывают проблемы, бывают вопросы, от которых мы не можем просто так уйти. Но они здесь, но их надо уметь возложить на Бога. И это так здорово. У меня была такая ситуация, когда родился мой третий ребенок. И я работал инженером-конструктором в бюро. Ну, получал по тем временам в Советском Союзе небольшие деньги. А уже хотелось и машины, хотелось и дома или что-нибудь. В общем-то, как-то было масса желаний. А вот денег было вот так вот мало. И были друзья у меня, которые работали в шахте, это в Караганде. И получали в три раза больше, чем я тогда получал. И думаю, окей, попробую я. Пойду в шахту, учился на инженера, оставлю все это. Сейчас нужны деньги. И вот я пошел. И мне действительно дали хорошее место. Уже подписал директор шахты. И потом надо было пройти медкомиссию. И вот я прохожу медкомиссию. А медкомиссия смотрит меня, говорит, вы не можете работать в шахте. Там 700 метров на глубине. Ваше сердце нездоровое. Я никогда не слышал про мое сердце. До сих пор ничего не знаю. Оно всегда, в общем-то, работает. Слава Богу. И в тот момент мне был закрыт путь. Спустя, наверное, три месяца я действительно нашел другую работу. Где работала с немецкой фирмой из Германии. Получал тоже в три раза больше, чем до того. И смог все мои желания осуществить. Но в тот момент Бог меня пронес. Я знаю, что я молился. Особенно, когда пошел на эту комиссию. Господи, вот я кладу все в твои руки. Ты знаешь, я хотел диссертацию писать. Хотел это. Но вот сейчас такая ситуация. Он помог. И он пронес. То есть на тот день, на ту ситуацию он пронес. Конечно, мое поколение не знало войны. Оно не знало тех огромных трудностей, которые пережили наши родители. Мы не знали голода. Мы не знали холода в такой степени. Мы прожили хорошую жизнь. И если так вспомнить, не было таких поколений, где столько времени не было. Ни войны был мир на планете. Так благодарен Богу за эти правительства, которые были там при Советском Союзе. Которые сейчас здесь, в Германии. За все. Бог все пронес. Так провел, что было прекрасно. И когда чего-то не хватало, он возмещал. И особенно, когда бывают трудности. Вот я думаю, иногда человек делает себе массу таких проблем. Но как же будет? Вот иногда рассказывают женщины, пока еще ребенка не было. Они переживали, как вот сами роды. А потом, когда все прошло, они благодарят. Когда увидели только ребенка на своих руках. Взяли, прижали к себе свою маленькую крошечку. Они просто забыли те все трудности. Бог дает силу перенести все. Важно сохранить свой мир в сердце. Я как-то написал такое стихотворение, в котором четверостищий. Простищий, о Бог мой, дай, чтоб мир с тобою, дар драгоценный и святой. Я сохранял любое ценой и был в один твоей рукой. О Бог мой, будь близи со мною, когда ты рядом, горя нет. Когда живу, дышу тобою, тогда лишь мил и чуден. Свет. Будьте всегда спокойны, Господи. Вот сейчас время короны. Казалось бы, есть запреты. Представляете, вот в нашей церкви мы сейчас проводим такие передачи, которые можно смотреть по интернету. Если раньше у нас на библейском часе было 15 человек, то сейчас нас слушает 50 человек. Если раньше было на служении 100 человек, то сейчас бывает, так сказать, гораздо больше слушать, потому что наше служение можно слушать и позже. Можно вечером, когда тебе удобно, включаешь и спрашиваешь, если какая-то речь тебе не так интересна, переключаешь, слушаешь другую. То есть, в принципе, вот это время короны, когда столько много трудностей где-то принесло, а в каком-то месте оно несет благословение. Некоторые семьи были много вместе. Они, так сказать, смогли многие проблемы вместе обговорить, и может промолить Бога, и вместе с ним идти дальше. И Господь благословляет. Помните, Бог дает силу на каждый день.